Здравствуйте, друзья. У вас на экранах Настя. Вы уж нас бывали на экранах-то? Бывали, бывали. Ну, так, Миночка, а тут у нас Настя. А кто это с вами, Настя? Мой муж. Да вы что? Такая, такой большой-большой, такая маленькая-маленькая Настя. Да, он меня защищает. А нападают все время? Конечно. Так вы откуда сами-то? Приехали от Кисловодска. Так, Северный Кавказ. Да, да, да. Так а муж-то что делает? А муж ничего не делает. Работает. Кем? Водителем. Понял. А вы теперь? Я теперь инженер. Да вы что? Да. А смотрите, как инженеры с чем приходят. А покажите, что у вас в этой штучке. Вот. Да. Да. Это больше для водителей. Мне говорят, водители приходят вот с тем, что в металле. А почему оно в металле в таком? Это может нас. Ну, так. Давайте, знаете что? Давайте, может быть, развернем. А то, знаете, как-то так оно мешает, мне кажется, обозрению. Рассказывайте пока, что с вами произошло. Я ребятам скажу. Значит, нас Настя была на практике в компании в одной. Ну, там так прикольно получилось, такого не бывало с нами раньше, что компания делала проект для российского заказчика. И Настя попала в трудную ситуацию, когда тест-кейсы пришлось по-русски писать. И баг-репорты тоже, да? Ну, да. Я представляю, как-то странно выглядит все. Короче, кончилось тем, что... Чем кончилось, Настя? Закончила практику, хорошо. Ну, вы полезные вещи там изучали? Да, полезные. Компания очень хорошая, очень хорошая. На российском рынке она себя зарекомендовала, не лидеры. Но, конечно, в американской среде это... Немножко странно получалось, да. Так, ребята, я... Ой, вы не писаете, я-то еще запах чувствую. Вы думаете, мне легко снимать? Так, Настенька, посмотрите, на моей камере какая-то мохнатость. Видите, это мохнатость. Да, 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 что это? Вы думаете, это что? Не знаю. Это чтобы, если бы ветер случился, Настя, допустим, мы бы то же самое с вами делали на пляже. И дул бы океанский ветер, и не было бы шума. Вот. Ну что же, очень вкусно пахнет. И тут и... Это что, маршмеллоу такой беленький? Или что это? Я думаю, это белый шоколад. А, это бананчик в белом шоколаде. Да, белый шоколаде. Ребята, как пахнет? Я даже не знаю, из-за чего это оно так... Клубника. Все, все, все. Ну, так вы чего рассказываете? Вот, сейчас я устроилась к ее антенну. Да. Там, где Хвостович Александр. Да вы что? Это вот он тогда интервью проводил. Ага, да. И вот тогда... Он еще кого-то взял? Да, еще одна девочка со мной. Вот, Катерина. Как Хвостович? Он у вас начальник, что ли? Ну, нет, он у нас не начальник. Мы работаем на разных проектах. Но они нас тренировали. Там еще чоколад есть. Да, да. И Саша, они очень хорошо нам помогают и тренируют. То есть так могут объяснить, понятно? Могут, конечно, да. Они очень понятно нам объясняют. Так, а вы познакомились с Сашиной супругой? Еще нет. Она вроде только приехала. А, ну да, да. Она еще... Она сучилась, потом поехала туда, домой, где-то в Украине там живет. Да. И сейчас вот должна вернуться. Я все Саше говорю, где Оля? Она говорит, ну будет. Ну, что ж такое. Ну, познакомимся, конечно. Так. Интересная работа, полезно все. Да, интересная работа. У меня сейчас проект такой интересный. Они занимают... Вот именно мой проект, это они как cloud-based platform, Wi-Fi analytic, они ее анализируют. То есть они могут предотвращать ошибки, анализировать их, исправлять. То есть серьезный продукт инженерный? Интересный, да. Очень интересный продукт, мне нравится. И у вас постоянная позиция? Ну, у меня сейчас контракт, 6 месяцев. И будем стараться, чтобы... Ну, не обидели вас на контракте? Ну, я не знаю, как обидели, не обидели. Ну, то есть это нормально. Я бы за такой опыт сама бы им платила. Это лишнее, это лишнее. А так, а еще они вам доплачивают? Да, да, да. Нет, они очень хорошо... Бесплатный ланч там есть какой-нибудь? Да, ланч бесплатный, ужин бесплатный. Да вы что? Да. Ну, хоть вкусно? Вкусно, вкусно. Вы следите за собой, а то, знаете, худенькая-худенькая. Я сразу потом приду, через 6 месяцев уже худенькая не буду. Да. Вообще мужа пугайся, биби. Вы что вообще? Нет, ну мы, конечно... Ну, следите за собой. Ну, да. Хорошо. Ну, ладно, Настюш, я хочу сказать, что вы такая светлая девушка. Спасибо. Вам положено, вам должно хорошим как-то сверх так прирастать, поскольку вы притягиваете. Да, спасибо. Но у вас не был легкий путь, правда? Не легкий. Пока вы по-русски там все это тестировали, она вся в сомнениях была, ребята. Она приходила, и у нее такой потерянный был взгляд. Ну, ничего, потому что да. Если бы я знал, что у вас муж такой, и все, я бы вас не так жалел. Ну, я бы сказал. Она тут еще ходит, жалуется, вместо того, чтобы радоваться жизни. Ну, ничего. Значит... Все хорошо, да. Родители? Родители рады. Все очень хорошо. Ну, конечно, переживали вместе со мной. Да. Девочки, они переживают, они такие эмоциональные, правда? Ну, да, но как бы с этого. Вот этим-то водителем там стакан взял, и все. А у вас не такой, нет? Нет, не такой вообще. Ну, я вас спровоцирую, чтобы вы сказали, что наш не такой. Нет. Ну, что же, ребят, давайте я вас обоих выхвачу камерой. Давайте. Давайте. Вот такие. Ну-ка, а можете ее как-то приподнять, может быть? Да. Пока еще можешь приподнять. Да, давайте ее. Вот на руках, ребята. Вот так на руках и носят. Хорошо быть такой Настей, который... Которую можно поднять. Да, на руках носить. Все, отлично.